МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семенов Максим – засновник Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту, президент Дніпровської міської федерації спортивного туризму. Закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю фінанси та магістратуру Національної академії державного управління при президентові України. Організатор соціальних масових заходів – «Велодень», «Дніпро», «Екстрім Опен», «Національні рекорди України», «Схайлайну» та інших. Одружений має сина та доньку. Хобі – різні види спорту. Улюблена страва – вареники. Максим, вітаю вас ще раз. Тож, сьогодні ми живемо в карантині, який запроваджений через поширення коронавірусу. І уклад життя багатьох людей змінився. Звісно, кожен шукає свій варіант пересування, якщо не може залишатися з певних причин вдома. Це або особистий автомобіль, або, наприклад, велосипед. От, що ви скажете? Чи взагалі змінилась кількість велосипеддістів зараз на дорогах нашого міста, нашого Дніпра? Я вам скажу, що, звісно, змінилося кількість. І в першу чергу, за счет тих людей, хто пользовався велосипедом для развлечення, для спорта, на выходних рані. А в звичайну часу, будні дні, на роботу, з роботи їздили общественним транспортом, ось ці люди, вони використовують свій велосипед, тільки вони його використовують кожен день. Тобто, магазин, куди-то виїхати, просто подишати відухом, або по роботі якісь передвиження. Тобто, вони цим велосипедом використовуються постійно. Він, так би мовити, став таким небезпечним варіантом пересування міста. Взагалі, не треба йти до громадському транспорту та транспорту, хоча насправді туди дуже складно попасти, якщо ти не працівник критичної інфраструктури. А взагалі, місто Дніпро, так? Наскільки воно є містом для велосипедистів? І чи має взагалі велоінфраструктуру? Як ми бачимо, що, так би мовити, не дуже. Але я, наприклад, готуючись до ефіру, прочитав новину 2017 року, там, де влада нашого міста, і також Лисенко, казав, що Дніпро на той момент не мало взагалі на балансі ні велодоріжок, ні велопарковок. Але на той момент було пообіцяно, що у 2020 році, тобто через два роки з 2017-го, що Дніпро буде тим містом, де створять функціонуючу мережу велодоріжок, які з'єднають усі райони міста. Де ці велодоріжки? Я, наприклад, їх не бачила, що ви можете сказати? Ну, я теж їх не бачив і не бачу. Действительно, була принята Городським Советом программа развития велоінфраструктуры города до 2020 року. Як ми видим, в 2020 році внезапно наступила. І, собственно, по розвиті велоінфраструктура, то, що є, це дорожка на Курчатово офіціальна. Те дорожки, які до цього строили, допустим, велодорожка на проспекте Мира є, кусочок делали велодорожки по проспекту Поля, она неофіціальна. І вот тепер на Курчатово появилась велодорожка і велодорожка, которую строят на Победі. Там є участок, який вже закінчений, т.е. по нему можна їздити, а остальне лежить в проєктированні. Що є в плюсах? В плюсах є то, що все-таки на велоінфраструктуру обратили внимание, і ми знаємо, т.е. з нами общаються архітекторы і подрядні організації, які роблять проєкти, проєктирують велодорожки, велополоси, т.е. ведеться робота в цьому направлі. І то, що появився цей перший кусочок на набережні, і що минус? Минус – це то, що це дуже медленно. Ще треба сказати об дуже важному нюансі, це то, що прийняли год назад змінення в ДБН. І тепер, при капітальних ремонтах дорог, проєктанты должны обязательно учитувати можливість відбування велосипедистів. Т.е. це і вело-полоса, і вело-дорожка при можливості дожна там присутствувати. Це більшій плюс, це на території всей України. Це зміна в нас на ній загалі згадування України. Так, і тут постарались організації місців України, т.е. ми зі своєю сторони і інші, на наші організи, об'єдиненні в «Юсайкл» в общу організію по Україні добивались цього розвитку в течіння нескільки років. І воно, в конце конців, зброїс. І ось тепер, якщо говорити, проаналізувати, то я думаю, що постепенно, в течінні якогось десятка років, Действительно, наши города будут обрастать велодорожками, которые будут объединяться в сети. Это будет полноценная инфраструктура. Но пока об этом говорить еще рано. Взагалі, цей закон расповсюдживается ли еще на места Украины, або також на міжместские сполучения, на дороги міжместского сполучения? На места Украины. Зараз речь идет только о городах. А ось цей план велоинфраструктури нашего города, про который вы говорите, который должен был реализоваться до 2020 года. Что там вообще в этом плане? Если можете, расскажите, пожалуйста. В этом плане выделено... Что сделано, если можно так, и что вообще планировалось, но чего мы не видим на сегодня? То, что касается именно велодорожек, путей велосообщения, разбито было на несколько этапов. То есть это первый этап, это основные артерии транспортные города, по которым движутся велосипедисты. Это набережная, начиная от Комунара и заканчивая Южным мостом. Это проспект Правды. То есть все мосты, которые объединяют левый и правый берег, это было все в первой линии. То есть изначально нужно дать возможность основной массе людей, пользующихся велосипедом, передвигаться с левого направо, с правого налево и по набережным. И потом к ним на втором-третьем этапе подключаются другие дороги, которые объединяют все эти пути. Ну и в конце концов это жилые массивы, выезды, подъезды непосредственно к жилью граждан, которые могут воспользоваться велосипедом. То есть в итоге, если бы программа эта была, если бы, я надеюсь, когда-то она реализуется, когда она будет реализована, это даст возможность удобно любому человеку воспользоваться велосипедом. К примеру, если бы вот такой транспортный коллапс, который наступил сейчас, он бы, скажем так, не особо страшно повлиял бы на жизнь горожанина. То есть человек может взять велосипед в прокат или свой велосипед, на котором он катается на выходных. Выйти во двор и буквально там за территорией его двора начинается маленькая велодорожка, которая выходит в более большую, потом большую. И таким образом он может переехать на любую сторону города и прибыть в любую точку назначения. Так, это было бы очень хорошо. Но сейчас, какие условия сейчас для переселения на велосипеде, особенно для новичков? То есть переселение на наших дорогах на велосипеде, это, с одной стороны, очень небезопасно. Да, это основной риск, основной, самый большой минус, из-за которого все велосипедисты, все мы, кто двигается на велосипеде, мы, в принципе, подвергаем себя опасности каждый день, когда мы двигаемся по дорогам города. Ну, здесь много составляющих. Это и отношения между водителями и велосипедистами, это и состояние наших дорог, например, те же ливневки, о которых было уже множество раз сказано об их состоянии, о том, что туда влетают велосипедисты, калечатся. Ну, ямы на дорогах и так далее и тому подобное. Но основное это то, что мы, как граждане Украины, как жители города Днепра, имеем право на безопасность во время передвижения. Велосипед – это транспорт, который признан законами Украины, и мы имеем право на безопасное передвижение. Поэтому в этом ключе, то есть в этом смысле город плохо приспособлен, практически не приспособлен для движения велосипедистов. И вот эти кусочки велодорожек, которые у нас есть, они больше для велопрогулок. То есть если человек захочет прокатиться на велосипеде… Да, или, как вот, как тоже было мнение одного человека, высокопоставленного, что можно взять велосипед, положить машину, приехать к велодорожке и там покататься. Ну, это… Кака должна наша велодорожка? Ну, скажем так, на Курчатова около 300 метров. На проспекте Мира около 500 метров, 400 там с чем-то. Тут дуже сумнівно для того, чтобы саме туди доехати, вытратити час, дістати велосипед от автомобиля и проїхатися. Вот это, скажем так, ментальность, то есть проекция мировоззрения людей, которые принимают решения – это основной камень преткновения к тому, чтобы велоинфраструктура развивалась. Потому что в понимании многих людей, принимающих решения на уровне города и области, велосипед – это только средства спорта или средства для проведения там выходных. В их понимании это не транспорт. На жаль, это так. Но это только в нашей стране так. Я знаю, что вы ездили, получили опыт до соседней Украины, до Польши и там рассматривали, так бы мовити, варианты велоинфраструктуры разных мест. Вот расскажите, пожалуйста, как там, какая ситуация там? Ну, там, на самом деле, тоже в разных городах разная ситуация. Можете ли, какие-то такие позитивные приклады? Да. Ну, то, что, вот почему, я думаю, что нам стоит брать пример с Польши, потому что у них не такая старая история велоинфраструктуры, велодвижения. Как, например, в соседней Німеччине? Да, как в Германии, как в Дании. То есть, по сравнению с ними, они, собственно, совсем зеленые, они новички. У них недавно все это появилось. То есть, мы ближче до них за менталитетом, за нашим. Да, да, да. И по ментальности, и по инфраструктуре, собственно. Но вот их опыт показывает, что при наличии доброй воли у власти все это проходит достаточно быстро. Нельзя сказать, что безболезненно, тоже там они проходили, ну, например, если брать пример, последний город, мы были там, это Щецин. И там, допустим, городской совет их принял решение, они сделали достаточно развитую сеть муниципальных велопрокатов. То есть, это наподобие велошеринга, который сейчас работает Nextbike в Киеве, во Львове, в других городах Украины. То есть, ты выходишь, берешь велосипед, а у тебя, допустим, есть или абонентская карточка, или ты сразу платишь с карты, проезжаешь, сколько тебе нужно. Там, до станции метро, например, в тех городах или еще куда-то, оставляешь его на такой же парковке, это удобно. И ты используешь велосипед как транспорт. Я так понимаю, там дуже велика мережа этих велопарковых, крутых веломаршрутов. Да, так вот, вот Щецин, мы смотрели, это было, ну, очень интересно и очень красиво. То есть, это были автономные велопарковки, они были солнечной батареей, там их никто не обслуживал. Обслуживающий персонал приезжал вечером, они развозили велосипеды, выравнивали, именно занимались логистикой. Там, где-то какие-то поломанные велосипеды собирали, отвозили в сервис, в ремонт. А на протяжении всего дня там не было ни служащих, никого. То есть, ты подходишь, пикаешь картой, берешь, отстегивается замок, ты вынимаешь велосипед, садишься на него. И по велодорожке, которая сразу же от этой парковки, едешь в любое место, которое тебе нужно. Потому что велодорожки были очень разветвленные. Приезжаешь в нужное тебе место, везде стоят такие же парковки, ты точно так же пикаешь картой, защелкиваешь в этот электронный замок свой велосипед, не свой, а прокатный. И дальше занимаешься своими делами. То есть, это удобно и небезопасно. Да, да, это очень удобно. А на сколько доступно? Я помню, что по сравнению с трамваем, абонемент на велосипед был намного дешевле. Плюс еще власти здесь, как бы, еще одну составляющую сюда вкладывают, это все-таки здоровье горожан. Мы все знаем, что весь мир, все развитые страны сейчас борются с усиленной гиподинамией, ожирением, привязанностью к гаджетам и прочим сопутствующим вещам. И вот возможность человека дешевле проехаться, чем на городском транспорте… С панука его для того, чтобы… Да, заставляет его еще заниматься физической активностью. То есть, здесь, как бы, общество выигрывает вдвое. Человек улучшает свое здоровье, экономит на чем-то, ну и в то же время все равно это пополнение идет в бюджет. Так, зависит. Чудовый, чудовый досвід. Как бы его втелить в нашу инфраструктуру? Ну, вот как-то, да, как-то достучаться надо до наших властей, чтобы они поняли, что это действительно интересный опыт, и это действительно очень полезное внедрение. Что вы делаете, как основник Днепровской асоциации велосипедистов, вот, как коммуникуете саме с местной владой, с нашей? Ну, мы, когда мы готовили проект развития велоинфраструктуры, мы входили в рабочие группы, которые создавал городской совет. То есть, по распоряжению мэра создавались рабочие группы. Ну, входили мы туда, мы призывали туда других людей, которые имеют большой богатый опыт в велодвижении в Днепре. И, как бы, совместными усилиями, с архитекторами, совместными усилиями вырабатывали концепцию и вырабатывали, собственно, сам текст решения и программу. Ну, это, как бы, скорее всего, это был последний опыт совместной деятельности. После этого, в принципе, кроме каких-то отдельных консультаций по проектированию велодорожек, в общем-то, больше не было таких опытов. То есть, хочется, все же таки, такой, больше, больше коммуникации с владой, так, чтобы они и чули, действительно, потребность. Ну, на самом деле, да. Например, та же велодорожка, которая на Курчатова, при том, что мы от ассоциации, мы поблагодарили, сказали спасибо, это первая ласточка. Это, как бы, очень хорошо в плане того, что первый шаг сделан и дальнейшие шаги обязательно должны быть. Но в то же время мы сами понимали, что она некачественная и получили шквал критики от наших коллег-велосипедистов по поводу проектирования, по поводу качества проектирования, по поводу массы несостыкующихся вещей. То есть, там находится остановка прямо на этой велодорожке, там пересечение массы, она уходит в никуда, под прямым углом она заходит на пешеходную зону. Ну, в общем, всех этих вещей можно было бы избежать, если бы проектировщики конкретно этой велодорожки пообщались бы с нами. Не то, что спросили, а как делать, не надо спрашивать, а просто поинтересуйтесь, как будет двигаться велосипедист, как ему будет удобно. И будет решение намного более правильным, чем то, которое у вас появилось на тот момент. Можливо, навіть якийсь один круглый стіл забезпечив от таких помилок, так? Ну, тут как бы в каждой отдельной ситуации, то есть у нас дороги все не одинаково сделаны, не одинаково спроектированы. Я думаю, что на каждой отдельной дороге здесь должно быть какое-то свое решение. То есть я думаю, что неплохо было бы создать какую-то группу, в которую бы входили велосипедисты с большим опытом передвижения, архитекторы, велосипедисты. Вот у нас есть Юра Лазовенко, который и архитектор, и велосипедист, который занимается проектированием велодорожек, велоинфраструктуры, и который, собственно, львиную часть этой программы и сделал. И мы всегда рады помочь всем проектантам, всем, кто занимается проектированием этой темы. Теперь хочется поговорить саме про то, насколько доречная поведенка велосипедистов на дороге и так же эти выносы, за которыми мы начали говорить, между автомобилистами и велосипедистами. Я, например, вважаю себя трохи досвідченным велосипедистом и сейчас тоже иногда пересуваюсь містом на велосипеде и понимаю, что инколи немае поваги от автомобилистов, но велосипедисты также очень часто порушивают правила дорожнего руха. Хочется, чтобы вы главные этапы, главные правила руха велосипедиста на дороге, на автомобильной дороге, которые рассказывали саме сейчас для тех новичков, которые переседают на велосипеде и пересуваются містом по дороге. Ну, основные правила – это велосипед должен быть технически исправен. То есть, если человек выезжает на велосипеде, ну, вообще, куда бы он ни выезжал, самое главное – понимать, что от исправности велосипеда, от адекватных действий вождения велосипеда зависит твое здоровье и, возможно, даже жизнь. То есть, велосипед должен быть исправен. Это тормоза, это трансмиссия, колеса, ну, то есть, все должно быть в исправном состоянии. Во-вторых, это, если вы выезжаете на проезжую часть, у вас должны быть светоотражатели. Это оранжевого цвета на колесах, белый спереди и красный сзади. То есть, если вдруг сумерки или, там, ну, световой день заканчивается, чтобы автомобили с фарами увидели человека, движущегося на велосипеде. В темное время суток должен быть еще фонарик обязательно. И, хоть и нет запрета ездить без шлема по правилам дорожного движения, но это очень важная рекомендация, которая многим спасала жизнь. Для этого зависит безопасность самого велосипедиста, конечно. Да, если честно, сам первое время катался без шлема, потому что я чувствовал себя достаточно уверенно. Я думал, что я контролирую ситуацию на дороге, но... Это сомневная такая впевненность. Да, вот это, да, 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 это именно излишняя самоуверенность, она часто и приводит к каким-то таким нехорошим последствиям. Поэтому шлем, я считаю, нужно обязательно. Шлем обовязковый. Я, например, спілкуюсь с разными людьми, вони також кажут, что шоум мне заважает, я лучше так. Но это такое сомневное, то нужно порадиться и купить себе дорожное шоум, и тогда немного поездить, и потом вы просто без него не сможете. Для велосипедистов по правилам дорожного движения велосипедисты не имеют, так бы мовити, права ездить по пешеходным дорожкам. Да, у нас в правилах дорожного движения четко написано, что по пешеходным дорожкам могут передвигаться деятельные велосипеды до 7 лет. А с 14 лет вообще считается уже человек взрослым, и он движется по таким же правилам, по которым двигаются взрослые. По тем правилам, которыми рухается автомобиль. Да. И, до речи, хочется наголосить, что саме велосипедисти мають ездить по правой стороне дороги. Да, по крайней мере правой полосе. Бо много людей ездить по другой полосе. Да, мы в последнее время видим, что выехало очень много велосипедистов-новичков, которые, собственно, видимо, и не заглядывали даже в правила перед тем, как выехать. И очень много в последнее время мы видим велосипедистов, которые едут по встречке. Почему-то им кажется, что это так правильно, но на самом деле это неправильно, небезопасно, и так делать нельзя. Вот, до речи, чтобы ездить спокойно, так, впевненно по дороге велосипедистов, ему треба отримать якийсь досвід. Я, наприклад, в свой час отримала досвід у клубі велотуристов, так би мовити, коли я, так би мовити, группою, там, десь 10 человек ездила по різних веломаршрутах. Да, должен быть какая-то до этого практика, какой-то накат, то есть он должен понимать, как конкретно этот велосипед, на котором он ездит, себя ведет. Потому что бывают такие ситуации, человек там в детстве, когда-то ездил на каком-то там зайчике, тормозил педалью назад, тут он садится за спортивный велосипед, и в случае стрессовой ситуации, когда ему нужно затормозить, начинает крутить педали назад. И он просто прокручивает их, не нажимая. Ну, много всяких нюансов может быть, то есть человек должен чувствовать себя уверенно. Да, именно на том велосипеде, на котором он выезжает на автомобильную дорогу. А для этого, ну, есть дворы, есть какие-то, там, я не знаю, частный сектор дороги, которые мало загружены автомобилями, то есть где можно попрактиковаться. Это и повороты, и торможения, и начало движения, и понимать, как переключаются скорости, чтобы не было там, не переклинила цепь и так далее и тому подобное. То есть, когда человек знает, как себя вести, как бы это уже даже на уровне подсознания, тогда ему проще будет и на автомобильной дороге. Доброе. Когда человек уже, так бы мовити, с техническими всими разобрался, так, элементами управления, что тогда делать? Ну, я думаю, что по основным магистралям таких маршрутов нет. Они все достаточно опасны. Мы недавно обсуждали в нашей среде, где бы, вот как вот начинать. И мы большинством, как бы, голосов пришли к выводу, что наилучший вариант – это начинать все-таки в утреннее время. То есть, раннее утро, если вы планируете, например, там, никогда этого не делаете, планируете с понедельника начать ездить на работу на велосипеде, возьмите в субботу утром, встаньте рано, там, часов 5-6, ну, когда уже светло на улице, и попробуйте проехаться по какому-то маршруту. Автомобильное движение еще не такое интенсивное, да, как днем, и вы можете, не торопясь, спокойно понять, где какие нюансы вас ожидают впереди, где какие перекрестки. То есть, для этого, само собой, необходимо знать правила дорожного движения, правила передвижения именно на велосипеде, и потом вот эти все моменты вы для себя должны понять. Есть важный нюанс, как для автомобилистов, так и для велосипедистов. Треба быть зрозумимым на дороге, так бы мовити, показать, куда ты едешь. Вот, каким образом показывать свои движения на дороге? Для велосипедистов это достаточно просто. Это поворот показывается одноименной рукой в сторону, или, если поворот налево, и вы левую руку не можете убрать с руля, это согнутая рука вверх. То есть, направо туда, налево туда. Остановка это вытянутая рука вверх. Ну, и когда вы движетесь там не один, а в группе или в колонии, еще указывать можно ямы или какие-то препятствия, показывая рукой вниз конкретно на это препятствие. Чи есть вообще в Днепр вело-школы, там, где учатся пользоваться велосипедистами? Да, есть велошкола «Велоклуба» у Дмитрия Певцова, есть велошкола, которую мы проводили ассоциации вместе с прокатов велосипедов «Велики ЮА». Мы учили езде на велосипедах всех, кто не умеет, то есть это и взрослые, и дети, там буквально такая интересная методика, по которой можно за пару часов освоить велосипед. И в плане эту велошколу развивать, то есть дальше людей, которые научились катать, там, передавать Дмитрию или еще кому-то, в зависимости от того, чем хотят люди заниматься. Просто как транспортом нужен велосипед или они заниматься видами спорта. И, в принципе, эта школа вот сейчас, когда карантин отменят, она опять будет действовать. До речи, сейчас идет карантин. Еще не совсем понятно, когда он закончится, но в Днепре каждого травня, каждого года, уже, я так понимаю, несколько лет после, проходить «Велодень» на протяжении травня. Что будет с «Велоднем» этого года? Изначально мы думали, что «Велодень» мы перенесем на лето или, возможно, на осень. Но все зависит от того, как будет проходить карантин и как будет проходить пандемия вообще в мире и конкретно в Украине. Поэтому, я думаю, в лучшем случае мы перенесем, это будет или конец лета, или даже осень. А в лучшем случае придется потерпеть. Может быть, мы придумаем какие-нибудь онлайн-конкурсы, какие-то викторины именно в честь «Велодня». Заразумело. Дякую вам. Чем можно статковать за вами на сторинке Facebook, в вашей сторинке Facebook, в Велосоциации, так? Да, у нас в Facebook есть страничка, на которой мы выкладываем новости, посты, общаемся с подписчиками и отвечаем на все вопросы. Дякую вам за спілкувание. Будем сподіваться, что Дніпро таки станет местом с качественной инфраструктурой. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова